В региональном сосудистом центре теперь круглосуточно могут оказывать медицинскую помощь пациентам, которые поступают с инфарктами и инсультами. Лечение, диагностика, реанимационное сопровождение и качественная реабилитация, которые не просто спасают людей, а возвращают их к прежней жизни, полностью изменили и структуру одной из самых сложных сфер медицины. Объем работы впечатляет. Нам понравилась организация службы приемного отделения, работа методов нейровизуализации, создание палатно-интенсивной терапии, реанимационного блока для ведения сложных пациентов с инсультами и начальные этапы оказания реабилитационной помощи. Внедрение пилотного проекта в Волгограде, Волгоградской области по лечению фармакоэффициентных форм эпилепсии. Надо сказать, что это один из немногих регионов, который очень активно и последовательно, самое главное, предметно и конкретно уже реализует эту программу. Реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Волгоградской области позволила не только построить новые, оснащенные по последнему слову техники центры. Изменилась и подготовка неврологов, кардиологов, сосудистых хирургов, нейрохирургов и реаниматологов. У нас целей визитов несколько. Прежде всего, конечно, ознакомление с работой, с началой работы регионального сосудистого центра. Второе – внедрение пилотного проекта по хирургии фармакоэффициентных форм эпилепсии. Мы приехали командой на шесть человек. Это специалисты, которые работают в сосудистой неврологии, сосудистой нейрохирургии и владеют методами микрохирургии, эндовоскулярного метода лечения различных форм заболевания сосудов головного мозга для прочтения базовых лекций и проведения рабочего совещания со специалистами Волгоградской области. Освоенный и успешно внедренный мультидисциплинарный подход, командность в оказании медицинской помощи, быстрота и грамотно выстроенная логистика позволяют волгоградским медикам достигать лучших результатов и использовать золотые 3,5 часа при инсульте, чтобы сохранить мозг пациента и снизить риск осложнений и неблагоприятных исходов. Во-первых, улучшается диагностика, с появлением оборудования диагностического улучшается диагностика, быстрота восстановки диагноза, понимание, что больному нужно делать, терапевтические варианты лечения или хирургические. Создание региональных сосудистых центров, оснащение их высокотехнологичной аппаратурой, обучение специалистов и мощный комплаенс, реанимационный, сердечно-сосудистый, неврологический и нейрохирургических служб, он очень важен сейчас. Волгоградская область на сегодняшний день является одним из регионов, которые очень активно участвуют в реализации национальных проектов, в том числе и в национальном проекте борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Применение новейших технологий в лечении, например, эпилепсии, заболеваний, которое раньше считалось практически приговором, показало новые перспективы для всего врачебного сообщества в оказании медпомощи. А открытый в Волгограде несколько дней назад учебный центр электронного медицинского образования позволит изучать и применять более широкий спектр лечения. Впечатляет центр медицинского и электронного образования. Это один из шедевров волгоградской медицины. По-хорошему, он должен являться таким неким стандартом и примером для тиражирования подобных центров во многих российских вузах, для приобретения серьезных навыков не только начинающим врачам, но и вполне зрелым специалистам, для того, чтобы мы могли дальше продвигать наши инновации в хирургической технологии. Специалисты, собравшиеся в учебном центре электронного медицинского образования, обсудили первые результаты внедренных технологий национального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обменялись опытом.